Всем привет, с вами Дэн и сегодня аналитика, сухой обзор, но крайне интересный. В 2019 году я уже делал такой обзор, топ 10 самых продаваемых швейцарских часов, ну точнее даже брендов, наверное, швейцарских, но об этом чуть позже. Этот отчет основан на аналитике Морган Стэнли и консультанта Люкс Консалт. И давайте, собственно, поехали. Цифры вышли буквально пару дней назад, Морган Стэнли опубликовал Люкс Консалт, и, собственно, все западные источники информации, СМИ их перепостили, ну и, собственно, я думаю, что нам это тоже не помешает. Короче, это все, естественно, оценки экспертов и аналитиков, но они базируются как на данных открытых, так и на различных допущениях. Значит, что у нас здесь мы имеем? Это рейтинг по выручке, по выручке в деньгах. Деньги в Швейцарии – это швейцарский франк. Курс 1,1, но для простоты будем считать как 1 к 1. 1 франк равно 1 доллару. Сильно тут картина, в общем-то, никак не скорректируется. Ну и для тех, кто, в общем-то, ленится обычно в Google или в Яндексе посмотреть, какой текущий курс какой-либо валюты. Ну что, самое, наверное, интересное, да, это то, что наши лидеры остаются без изменений. Это Rolex уже с 2017 года, по крайней мере, с момента, когда Морган Стэнли стал публиковать такой отчет на первом месте. Да, он уже давно на первом месте, на самом деле. Omega на втором месте и Cartier на третьем месте. Конечно, некоторые скажут, ну что это Cartier, это брюлики, конечно же, да. Но нет, Cartier – это не только брюлики, это еще и культовые модели. Зайдите на сайт компании, посмотрите, удивитесь. У них очень много моделей, в том числе популярных. Что здесь у нас еще интересного, да. Ну, Longines, понятное дело, один из мировых лидеров и самый популярный бренд в Азии, например, да. Ришар Миль, который продает часы, там, примерно за 100 тысяч долларов, по-моему, у них средняя цена. Ребята тоже высоко находятся. Ну, если мы говорим про 2020 год, то Патек Филипп обогнал Longines, по причине которой мы немножко позже это обсудим. Адемар Пиге у нас на шестом месте. TISO за счет массовости, естественно. Так, Хоэр тоже за счет массовости. Breitling, что важно, посмотрите, он был на 15-м месте в 17-м году и сейчас уже дополз до 11-го места. На самом деле это хорошо, потому что продолжает успешно выбираться из кризиса. Я бы даже сказал, что уже, наверное, компания выздоровела. Новые линейки, новые модели, в общем, все у них хорошо, все удачно. Tudor, конечно, посмотрите, восхождение продолжает просто безумное. В 17-м году, на самом-то деле, вспомнить где-то 3, может, 4 года назад, ну, 5, мало про них кто говорил. Потом ребята вышли на американский рынок, ну, и, собственно, вот, посмотрите, у нас теперь Tudor на 14-м месте. Panerai болтается. Panerai пока еще не совсем все исчезли с нашей планеты, но, тем не менее, Panerai тоже немножко теряет. Но остается, конечно же, крайне сильным брендом. Следующий слайд. Здесь, наверное, уже более интересная информация. Здесь уже оценки. Первый столбец – это рейтинг, место в рейтинге. Второй – бренд. Третья – группа, которая принадлежит этот бренд. Дальше – оборот или выручка в швейцарских франках. Естественно, это оценка Morgan Stanley. Следующая строчка – это количество проданных часов. Дальше – это доля оптовых продаж. Доля продаж через дилеров. Дальше – это объем продаж оптовых. Дальше – это объем ритейла. Следующая – это оценка доли на рынке. Среди, конечно же, швейцарских производителей здесь никаких ни Seiko, ни Citizen, там никого нет. Ну и, собственно, оценка средней стоимости часов. Очень интересные данные, на самом деле. Их мало кто публикует. И очень я рад, что Morgan Stanley это делал достаточно регулярно. Что вот по самым, наверное, интересным выводам из этой таблички. Как мы видим, объем производства Rolex упал. И Morgan Stanley посчитал, что на 19%, то есть минус 140 тысяч часов. Но на самом деле это картина практически у всех. Потому что, как все вы помните, в 2020 году коронавирус и, соответственно, продажи у всех упали. Из-за того, что большинство производителей Швейцарии на один, там, полтора месяца закрывали свое производство. Останавливали фабрики. Ну и, собственно, Rolex произвел всего 810 тысяч часов. Минус 140 тысяч по сравнению с 2019 годом. То есть там у них был примерно миллион. Сейчас у них 810 тысяч. При этом оборот Rolex снизился всего на 14% до 4,4 миллиарда франков. На фоне роста средней цены на 5%. Как мы знаем, Rolex любит повышать цены ежегодно. Ну и создавать, конечно же, искусственный ажиотаж. Итого, доля Rolex среди производителей швейцарских часов теперь составляет 25% против 22% в 2019 году. Ну, как говорится, казалось бы, кризис. Но кто-то в кризис становится только сильнее. Omega остается второй. Выручка 2,8 миллиарда франков. И объем продаж 500 тысяч часов. А год назад они продали практически 800 тысяч часов. То есть у Omega еще сильнее просадка, чем у Rolex. И результаты ухудшились. Ну вот средняя цена, посмотрите, у нас Omega не в два раза, но процентов прилично. На 40%, наверное, где-то примерно дешевле, чем модели Rolex в среднем. Самый дорогой у нас, конечно же, из этих топ-25, это Richard Mille. 183 тысячи долларов стоит часы в среднем. И это, конечно, это круто. Из первой десятки наиболее демократичные цены, конечно же, у Чисо. 415 франков средняя стоимость часов. И у Longines 1300 с небольшим. Но при этом, да, эти оба бренда принадлежат Swatch Group. И при этом они продали, конечно же, часов больше, чем любой другой бренд из топ-20. Соответственно, полтора миллиона Longines и 2,4 миллиона Tissot. Но средние цены также снизились. У Longines с 1582 франка до 1313 франков в 2020 году. А у Tissot с 739 аж до 415 франков. То есть, более дешевые модели, скидки, дисконтики. Все, в общем-то, как мы с вами любим. Cartier при этом умудрился увеличить объем продаж с 410 тысяч часов в 2019 году до 490 тысяч часов. Но это далось тяжело. Средняя цена упала на 30%. Вот на самом деле интересный тренд, да, когда цены снижаются. Это, конечно же, не всех касается. Безусловно, наиболее сильные люксовые бренды, они не собираются снижать цены. Но те, кто хочет продать больше, у кого есть дешевые, относительно дешевые доступные модели, они, в общем-то, цены снижают. Ну и, кстати говоря, это отражается на результатах финальных. Потому что, опять же, Морган Стэнли говорит, что результаты частных компаний, например, Rolex, Patek Philippe, Ademar Piguet и Breitling были лучше в среднем в 2020 году, чем у компаний акции холдингов. Которых, ну, большинство компаний, вот те, которые мы знаем, да, там те же самые марки Swatch Group и холдинги, они торгуются на бирже. И, соответственно, вот акции холдингов, точнее, компаний, которые торгуются на бирже, у них результаты были хуже. Это и Louis Vuitton касается, и Swatch Group, и Richemont, и Kering. С чем это связано? С неповоротливностью компании, с желанием продемонстрировать результаты лучше, а в результате получилось хуже. Или, как некоторые из них привыкли, уничтожать там бульдозерами свои часы. Ну, здесь не раскрывается. Нужно, конечно же, разбираться в деталях отчетности компании. Хотя они, конечно же, не всегда показательны. Показательно. Еще здесь интересный момент. Это доля продаж через дилеров. Посмотрите, у Rolex она 100% составляет, а у некоторых брендов, как Richard Mille, например, 0%. Это тоже показательно. Swatch Group, кстати говоря, да, средняя цена 79 франков. Вот это, я понимаю, народный бренд, можно сказать. Следующее, что у нас есть еще 25. 25 из рейтинга. И здесь компании, которые зарабатывают несколько меньше, но, тем не менее, здесь есть тоже такие звезды. Например, FpJourne 650 часов в год производят. Вот, посмотрите. 650. Средняя цена, правда, почти 70 тысяч франков. Здесь есть у Rolex, да, 35 тысяч часов, оценка Morgan Stanley, средняя цена 2400 франков. Здесь, кстати говоря, у меня соображение такое. Да, кстати, посмотрите, вот, Sikia Watch 318. И, Калин Клянь, точнее, да. Титане 60 тысяч практически. Сертина 136 тысяч. Викторингс 215 тысяч. 720 франков средняя цена. А вот Lange & Zone 3800 штук в год. 0% через дилеров. И средняя цена 35 тысяч. Здесь, знаете, что хотел бы сказать, что многие же гоняются за популярными марками, которые в каждом магазине практически продаются. И здесь вот интересное такое наблюдение, что некоторые бренды, там, миллион часов в год продают. Некоторые 30 тысяч, да, там, 35, как Oris. Или меньше 4000, как Lange. И, собственно, что интересно, да, масс-маркет, который есть на каждом, не знаю, пятом запястье. Или редкие часы, которые не так распространены. Ну, здесь решать, конечно же, покупателю. Кстати говоря, по моим оценкам, наш с вами любимый Christopher Ward производит примерно 50 тысяч часов в год. Года 2-3 назад они что-то там было 35 тысяч, потом они увеличили. В общем, мои оценки 50 тысяч. Ну, и, собственно, вот тут вопрос. Кто тут, собственно, микробренд, да? Кто микробренд? Беллен Рос 11 тысяч или Christopher, который в 5 раз больше часов производит. Поэтому, когда вы говорите о том, что кто-то микробренд, потому что вы его не знаете, нужно все-таки немножко понимать, сколько они часов производят. Здесь, кстати говоря, еще есть интересный показатель. Это разница между оптовой ценой продаж, да? Вот как, например, Rolex 4,4 миллиарда франков, а ритейловая цена примерно 8 миллиардов франков. Что мы видим? Что разница между дилерской ценой и ценой продаж, она примерно 40-45% в зависимости от бренда. Можете специально посчитать. Понятное дело, что там еще есть таможня, логистика, магазины и так далее. Ну, вот, собственно, 40-45% и это позволяет, вот эта маржа дилерская в том числе, она позволяет давать скидосики, которые, опять же, мы все с вами любим. Ну что, наверное, это все, что хотел вам сегодня рассказать, показать. Вы, конечно, сами можете еще поглядеть эту табличку, покрутить, посмотреть. Много здесь чего интересного, много то, что открывает глаза, особенно это касается объема производства. Это касается, конечно, средней цены часов. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.